добрый день поехали у меня рабочий день начинается из 8 утра до 10 вечера потому что уже ограничение невозможно я работаю у меня есть своя скидка для наши военные я их вожу любое время если даже куда-то далеко вот мне неделю назад на харьковской область одно раненого солдата никто не хотел ехать я поехал отвез человеку я вообще приехал украину 2003 году киеве международные отношения маупы после окончания приехал полтаве полтава очень нравится город тихий спокойные люди очень добрые приняли нас как родные помогали как могли и для меня это вторая родина обстоятельства ситуация которая сегодняшний день произошло для меня но крайне обидно больно как можно так агрессивно нападать на страну которые абсолютно всегда приютил помогал все кто приехали сюда кто бы не были туристами студентами они все отсюда уехали очень приятными воспоминаниями даже честно иногда сижу сам себе думаю что моя страна которая оттуда родом может давать какого-то беспилотники страну которые рассказывали на всего мира что они вторая армия мире и им ничего не надо они могут на течение два дня забрать нашу страну там захватывать ничего этого не будет моя мама каждый год приезжает к нам сюда она постоянно грустит говорит что мы молимся люди там тоже против этого правительства понимаете там молодежь тоже хотят жить демократичной стране не то что все запрещать обманывать всем миру рассказывать что мы ничего не давали а потом через некоторое время они рассказывают шуми ойми отдавали эти беспилотники ну давай не отдавали но я не веру их ни одного их не слова мои сглади жизнь и как я хочу жить там невозможно когда мне было восемнадцать лет мне настолько было все грустно что даже тот одежду которые я хочу одевать я там не могу тот курткой который я хочу пойти школу я не могу и поэтому я решил когда меня уже восемнадцать лет я уехал от этой стране приехал украину мне здесь приютили хорошо живу спокойно я даже могу свою политическую зрению рассказать и все принимают слушают им интересно это я чувствую абсолютно я своим даже украинскими друзьями разговариваю рассказываю что украина стал моя родина потому что я гораздо легче здесь могу рассказывать что я хочу как я хочу жить какие у меня вкусы у меня паспорт иранский у меня постоянное вид на жительство украине но я давно украине и честно я даже не видавал два гражданства не знаю мне настолько здесь хорошо я даже куда-то ехать отдыхать не хочу я украине отдыхаю боже я не знаю как можно с этой народу просто воевать за что за то что они хотят жить как европа они приехали у нас здесь украсть микроволновки стиралки то боже сказали мы купили их все отдавали вам у меня я я похоронил очень хорошего друга он вырастет дома он настолько без добрый первый день войне уехал и его нету он мечтал не о таком жизни не сидели вместе он планировал что будем дом купить будем ремонт делать я хочу много детей боже все это настолько грустно настолько обидно и души мои друзья позвонили из родина говорят ну правда что там фашисты и там насисты говорю ребята я 20 лет живу в этой стране если здесь был фашисты и насисты а зачем шо мне делать здесь разными людьми общаюсь есть разные люди есть радостные садят машине едем о чем-то радостное рассказывает если человека есть какие-то проблемы садят я у каждого по-разному общаюсь поддерживаю то который радуется с ним улыбаюсь радую столько то и грустит поддерживаю но рассказываю что не стоит это мир не стоит того что грустить или это небольшая проблема начинаю рассказывать о своей жизни откуда я приехал какие трудности шоу шоу беспокоить просто человек это может царство небесное из отца осталось у меня он всегда рассказывал каком земли а тебе не жил если эта земля приютель тебе надо ее защищать и бить патриотами этой стране которая дает тебе хлеб неважно где я родилась важно где я почувствовал себе дома я здесь почувствовал себе дома чем можем помочь наши войска что они чувствовали шуми понимаем и благодарим их за это я работаю день и ночь и я вам серьезно возможности есть шоу могу отдохнуть но я знаю какой сейчас страной сложном ситуации первые два-три дня войне многие не работали таксистом но я работал я из переведен работаю меня родственники канады живут приезжай сюда и тебе там где гражданство и работаю вы понимаете страна которая меня приютил моим плохим дням и дал возможности мне работать жить и стать лично в тот который я хочу я его на беде оставит уехать не буду и я это не то что сейчас рассказываю я всем рассказываю все это знают я никогда украину не оставлю может там умру убьют но я оставить ее убегать никуда не буду хорошего рабочего дня а мне дальше работать